Почему сегодня Бог творит чудеса в жизни партнеров? Друзья, потому что наши деньги, когда мы их жертвуем, они конвертируются в спасенные души. Сегодня, когда Бог сказал, что Евангелие будет проповедано по всей земле, до краев земли, по всей вселенной, то люди, которые начинают исполнять Его волю, Его план, как правило, видят на себе Его руку. Вы должны знать, что были люди, которые исполняли волю Божью. И Бог делал великие чудеса в их жизни. Давид, о нем говорит Бог, что он исполнит все хотения мои. То есть, значит, желания Бога, планы Бога, видения Бога. И Давид, он имел в своей жизни одну цель – исполнить то, чего хочет Бог. А Бог в тот момент хотел отвоевать израильскую землю от филистимлян и других народов. Когда пришел Иисус Навин, он завоевал землю Хананскую. Но после Иисуса Навина были разные судьи, которые потеряли, утратили контроль над землями, которые принадлежали Богу и Его народу. И Бог желал это вернуть, и Он поручил это Давиду. Но перед Давидом был Саул. И Саул, он отличался тем, что он не стал участвовать в Божьих планах. Посмотрите, Саул, он даже не понимал, что Бог пообещал Иисусу Навину, что Он истребит Амаликитян из Поднебесной. Иисус Навин воевал, и солнце начало уже опускаться за горизонт. И вот он закричал, стой, солнце над Гаваоном. И за всю историю земли говорится, что Бог сам говорит, никогда не слышал человека так, как в тот момент. Он остановил солнце. И битва продолжалась. Руки Моисея поддерживали Ор и Арон. Сегодня ты тот Ор и Арон, которые поддерживают руки. Мои руки, Виточкины руки, чтобы мы могли молиться. И сила Божья могла двигаться. Все это, друзья, великое чудо. И вот проходят века. Бог берет Саула. И Саул, это был первый царь. Бог поручает ему важное дело. Он говорит ему, ты должен пойти и истребить Амалика. Истреби, говорит, всех. Истреби всех. Всех до одного. Не оставь ничего. Говорит, истреби людей. Истреби скот. Говорит, беременных женщин, младенцев. Всех истреби, чтобы этой нации больше не было. Бог это говорит, потому что Он поклялся в этом. Пообещал это сделать Иисусу Навину. Пообещал это сделать Моисею. И Он должен исполнить Своё Слово. Друзья, очень часто Бог исполняет Своё Слово. Через человека. Мы, бывают те люди, через которых Бог исполняет Своё Слово. Очень важно быть частью пророчества. Очень важно быть частью того, что сказал Иисус. Иисус сказал, чтобы мы сегодня проповедовали по всей Вселенной. И мы должны сегодня это делать. И когда мы в Его планах, Он покрывает нашу жизнь. И вот приходит момент. И Бог говорит Саулу. Иди, истреби Амалика. Саул, он был человеком, который не до конца понимал, что на самом деле он делает. Что он сейчас исполняет то Слово, которое Бог произнес. Он должен исполнить клятву Бога. И он приходит в это место. Бог дает ему полную победу над Амаликом. Но происходит что-то непредвиденное. То, чего никто не мог ожидать. На что никто не мог рассчитывать. Даже сам Бог не думал, что Саул так поступит. Потому что Бог доверяет нам до конца. И вот Саул оставляет царя Агага живым. Он оставляет волов, овец, драгоценности. Все это не истребляет. Самуил выходит ему навстречу. И говорит, что ты сделал. Ты не послушал глаза Господа. И не истребил Амалика. А он говорит, нет, я послушал. Саул был слепым человеком. И человеком, который не понимал на самом деле, что происходит. И малым ли ты был в глазах своих, когда стал главой колен Израилевых. И Бог помазал тебя. И послал тебя, чтобы ты истребил Амалика. Саул даже не подозревал, что в этот момент он нарушил Божье Слово. Он нарушил клятву Бога. Он нарушил план Бога. Его желания и его обещания. Иисусу Навину и Моисею. И он в этот момент начал оправдываться. Но удивительным было то, что сказал Самуил. Он сказал, ты больше не царь. Вы знаете, он был еще много лет царем. Но в глазах Бога он уже был не царем. Самуил, он плакал за Саула всю ночь. Но Бог сказал, не плачь за него. Это уже не поможет. Друзья, когда люди, они нарушают Божье Слово. Они двигаются в своей жизни не в пророчестве Божьем. Они двигаются в своих желаниях и используют силу Божью. Используют вообще то, что Бог доверил им. Они используют тот авторитет, который Бог им дал. Они используют в корыстных целях. Как это сделал Саул. Саул был материалистом. Вы знаете, в этот момент Бог из друга становится врагом. И он сказал Саулу, ты больше не царь. Он послал Самуила, чтобы он помазал Давида. И сказал, именно этот человек исполнит все хотения мои. Исполнит то, что я обещал. Моисею и обещал Иисусу Навину. И Дух Святой был отнят от Саула. И он сошел на Давида. А в Саула вошел злой дух, написано, от Господа. Не от дьявола, но от Господа. Это, читая, знаете, каждому человеку должно стать в самом деле страшным. Страх Божий должен быть у каждого из нас. Мы должны понимать, что Бог – это тот, чью волю мы должны исполнять на земле. Когда мы поддерживаем руки, Моисея, когда мы сегодня жертвуем в то, чтобы исполнилось Божье Слово, мы становимся людьми по сердцу Бога. И Бог начинает творить чудеса в нашей жизни. Вот почему нужно быть партнером. Вот почему нужно приносить жертвы. Вот почему нужно быть верным. Потому что именно это сделает вас и вашу жизнь совершенно другой. Именно это. Вот откуда и рождается новая жизнь, которая как чудо, процветание, здоровье, счастливая жизнь. Все это – результат того, что вы начали жертвовать туда, где исполняется воля Божья, где исполняются его планы, его хотения. Сегодня мы проповедуем Евангелие, сегодня мы помазаны Святым Духом. Наши слова подтверждаются Бог чудесами и знамениями. Дух Святой касается людей, освобождает, исцеляет, творит чудеса. И сегодня, когда человек жертвует в это, в эту работу Святого Духа, в планы Бога, друзья, в этот момент человек становится благословенным. И Бог творит чудеса в его жизни. Вот почему столько чудес творится в жизни верных людей. Писание говорит, верный человек богат благословениями. Вы должны знать – верный человек. Будьте верными в партнерстве, верными в жертвах, верными в десятинах. Жертвуйте, приносите, ревнуйте о спасении людей. Делайте то, что для вас может трудно, но вы увидите, Бог сделает то, что для него нетрудно. Но для вас это будет большим благословением. И вот Саул, он оставил царя Агага живым. В эту ночь предание говорит, что Саул, который оставил Агага живым, он же не убил его. И Агаг, он переспал с женщиной. И эта женщина зачала. И когда на следующий день пришел Самуил и убил Агага, женщина, которая уже была беременна, и это была тайна, она стала родоначальником этого народа. Амаликитян. Саул нарушил клятву Бога. Поэтому люди, которые сегодня, они буквально воюют против планов божьих. Они буквально воюют, друзья. Почему дьявол так сильно воюет против помазания? Почему столько испытаний мы могли проходить? Потому что дьявол не хочет, чтобы исполнялись планы Бога. Он уходит в цену противления, он уходит в слепых людей. Людей, наполненных завистью, материализмом, которые сегодня думают о себе, но не о других. Их задача всячески остановить дело Божье. Но у них никогда ничего не получится. Остановятся они сами и остановятся навсегда. Возможно, остановится их сердце в какой-то момент. Но дело Божье будет двигаться. Вы должны знать сегодня, почему приходит процветание. Вы должны знать, куда вы сеете. Деньги все равно тратятся. Так или иначе, вы сегодня, имея финансы, не имея финансов, вы их тратите. Но когда вы ставите целью своей жизни жертвовать больше и больше, стать финансовыми служителями, вы должны знать, что Бог, Он будет творить чудеса вашей жизни и споспешествовать в вашем росту. Эта передача вышла благодаря поддержке партнеров. Прямо сейчас вы можете поддержать выход этих передач. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин